Галина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. С детских лет заикание и с возрастом оно усиливается сейчас, 24 года. Страшнейшее заикание. Чем можно помочь в таких и в каких пропорциях? Мое мнение по заиканию, оно очень нетрадиционно, но оно очень эффективно. Я могу сейчас о нем высказаться. Дорогие господа врачи, которые будут смотреть в дальнейшем это видео, неврологи, психиатры, отнеситесь к этому несерьезно, потому что таким образом можно вылечивать человека. Знаете, дальше используйте методы свои, которые серьезные, которые не вылечивают. Ну а я буду говорить вновь о глупостях, как обычно это говорят в научных кругах. Естественно, по моему мнению, заикание, а также дергание лицом является несколько факторными проявлениями неврологического заболевания. Один из факторов заключается вот в чем. Когда человек засыпает, его мозг должен пройти 4 состояния. Альфа, бета, гамма, сна и, по-моему, тета-сна. То есть он должен пройти все 4 вот этих элемента. Но если ребенок вдруг на протяжении своего засыпания ночью внезапно от чего-либо будится, то есть его поднимает в туалет, или у него адреналин выделился, или он от храпа бабушкиного, или от какого-то шума проснулся, то его нервные импульсы, они объединяются, и человек не выходит из бета-состояния сна, из гамма-состояния сна. И они как бы слипаются между альфа и бета, или альфа и гамма сном. И после этого происходит замыкание двух волн, которые есть у человека в сознании. И после этого у человека появляются вот такие дергания, а также заикания. Он не может разговаривать, и у него это появляется. Чем это можно все вылечить? Я могу посоветовать введение человека в состояние сна, и после этого выведение его в бодрствование при помощи гипнотических сеансов или при помощи обыкновенных сеансов с релаксацией. То есть человек просто ложится, ему включают приятную музыку, и он засыпает. После этого этого человека будят, требуют, чтобы он сказал, как его зовут, где он находится, что он сейчас делает. И после этого этот человек вновь входит в сон. Я считаю, что введение и в дальнейшем выведение сна с полным пониманием процесса засыпания и просыпания приводит человека к тому, что он перестает заикаться. Можно ли это сделать в домашних условиях? Конечно, попросите близкого человека, который вас любит, чтобы он находился рядом с вами, когда вы будете засыпать. В тот момент, когда вы будете подергивать рукой, пусть в этот момент он вас очень мягко путем поглаживания будет. Ну, естественно, не веслом по голове, не криком, а ну-ка вставай, а как-нибудь очень лояльно, мягко, так, чтобы не напугать. И после этого вас нужно разбудить, спросить, как ваши дела, как вас зовут, и после этого отпустить вас. Если человек 3 или 5 раз просыпается на протяжении 10 или 15 минут, то считайте, что процесс вот такого лечения заикания будет проведен эффективно. Если это выполнять на протяжении 1 раза, 1 раз в неделю, и выполнить это на протяжении 1 месяца, ну, хотя бы, я назову это сеансом, провести таких 4 сеанса, то есть каждую неделю по 1 сеансу, то на протяжении 1 месяца процессы заикания изменятся на процессы просто задерживания речи. В дальнейшем это перейдет просто, ну, к нормальному восприятию. Это очень-очень эффективный метод. Скажите, он проще, чем всю жизнь заикас? Проще. А легко ли его выполнить? Конечно, легко. Может ли человек сам себя разбудить? Ну, может, наверное, если там взять там медный шар в руку, положить кастрюлю вниз, да, и после этого сидя, держа медный шар, заснуть, чтобы этот шар упал в кастрюлю и так далее. Но дело в том, что он неправильный, так как человек будет просыпаться, и у него будет выделяться адреналин, и это неправильно. Когда человека будят, адреналин не должен выделяться. Что мешает человеку выздороветь? В случае, если человека внезапно разбудить, то есть человек проснется, у него выделится адреналин, то процесса правильного перехода из состояния сна в бодрствование не будет происходить, так как адреналин влияет на кору головного мозга, но влияет на эти волны, которые там находятся. Вот такой простой метод.